Здравствуйте, дорогие мои друзья, любители нашего канала! В прошлом видео вы видели, что мы есть Ливноваш, мы, так как у меня прописка там, мы ВНЖ делали, и на этот раз ВНЖ на три года. Расскажу, почему именно на три, хотя мне всего лишь на год надо, и можно по МЖ. Сейчас всё расскажу, но предупреждаю, я буду рассказывать про ВНЖ только по браку и воссоединение семьи. Другие ВНЖ, как делаются, я не знаю, я их не делаю. Я только на своём примере могу вам всё рассказать. Так, кто не знает, что такое ВНЖ, это вот вам, видите, я вам в старом паспорте покажу. Вот такую наклеечку делают вам в загранпаспорте. Вначале вот она давалась на год, и каждый год мы приезжали в одно и то же время, так говорится, 12 октября. Да, я 9 октября вышла замуж, 12 октября мне уже наклеечку сделали ВНЖ по браку. Так, мальчики и девочки, сразу скажу, какие документы надо, я вам говорить не буду. Почему? Потому что я уже заметила, в каждом городе, я не знаю почему, но всё время инспектора какие-то разные документы просят. Поэтому я не буду говорить, чтобы вас не смущать, чтобы вы потом не писали, а вот это вы сказали так, это не так. Просто вышли замуж, ваш муж знает, куда идти, к инспектору по делам с иностранцами, это в полиции, и там вам списочек дают. Ну, а девочки, мальчики, ну, в основном девочки выходят замуж за сербов, как-то сербские женщины, ну, не очень хотят русского мужчину, мужа, но есть такие, есть такие, но редкость. С собой из России берите всё. Во-первых, чтобы замуж выйти, надо очень много тоже бумажек. Честно вам скажу, берите всё. Все документы, всё берите. Лучше здесь перевести, чтобы вам уже потом, ну, как бы проблем не было, потому что она вот видела в какой-то группе девушка выходит замуж, а ей говорят, нужна справка. Да, да, девочки, да, из ЗАГСа нужна справка, что вы никогда не были замужем, если вы не были замужем. Я была в разводе, мне легче, я свидетельство о разводе предоставляла, когда выходила замуж. Поэтому, девочки, знайте, если вы никогда не были замужем, обязательно из ЗАГСа берите сразу справку, что вы не были никогда замужем. Это нужно. Ну, это я про замужество, давайте про ВНЖ. Сейчас же стали на три года выдавать. И вот вы скажете, мне-то зачем? У меня, по идее, на год надо было и мне по МЖ уже получать. Но у меня ВНЖ, дочери, оно привязано к моему. А у моей дочери только вторая наклейка сейчас. И поэтому ей, как бы, видите, я бы, если бы на год получила, все, следующее у меня было бы по МЖ уже. И инспектор сказал, были бы какие-то проблемы. Поэтому и мне, и ей оформили на три года, за три года. То есть она должна прожить три года. Она успевает, как говорится, она уже два года прожила. Ей только год надо, а ВНЖ на три года. И все. И потом мы будем с ней там подавать на ПМЖ. Она будет. Это воссоединение семьи. То есть это когда вы вышли замуж со сербой, потом вы привезли или с вами приехал ваш ребенок. Он получает ВНЖ как по воссоединению семьи. Тоже документы, дорогие мои, вам тоже скажу, не буду говорить какие. Узнавайте у инспекторов. Правда, потому что как-то говорила мне, потом писали, ой, а у нас не так. Все. В каждом городе может быть по-разному. Единственное, что все берем. Свидетельство о рождении, школа. На ребенка все берем. Обязательно, кстати, девочки, кто в разводе, девочки, кто в разводе, обязательно согласие от бывшего мужа. Обязательно. Без этого ваш ребенок не получит ВНЖ, если не будет согласия. Притом в согласии, нотариально заверим на территории Российской Федерации, обязательно должно быть написано, что он согласен, чтобы ребенок учился, там жил и все остальное. Ну, в Сербии. Ну, если вот в Сербии, да. И обязательно было, вот как у меня прописано, что согласен, что ребенок получит ПМЖ. Обязательно. Это должно быть прописано. Смотрите, пойдете к юристу, обязательно вот эти все нюансы прописывайте. Ну, я лично пошла к юристу, я сказала, что вот да, забираю ребенка, супруг согласен. Как нам прописать? Мы вот с юристом спокойно все обсудили, прописали все правильно. Так что, я думаю, в вашем городе тоже есть грамотные нотариусы, юристы вам в этом помогут. Если ваш муж против, не дает девочке, увы, никак. Вы можете, да, ребенка вывезти в Сербию, но он будет здесь как турист. Он будет как бы все время виза ранить, он будет как турист. ВНЖ вам на ребенка не дадут, если не будет согласия от супруга. Если вы мать-одиночка, вам хорошо, пожалуйста, супруга нет, все, никакое согласие не нужно. Если там, единственное, по-моему, там можно справку от органов, что он пропал без вести, его нет там, или вы вдова. Ну, то есть, девочки, нужны справки. Сразу предупреждаю, на ВНЖ ребенка нужны справки, ну, доказательства от второго супруга. Да, или он есть, или он умер, или его нет, ну, любые. Но справочки нужны будут. Знаете, что еще вот вспомнила? Когда ВНЖ на ребенка делала. Хорошо, что, мама, я уже, мы были уже здесь, мы с ребенком приехали. И мне мама делала и высылала обязательно. Девочки, нужно в органы сходить обязательно. Потому что здесь затребуют, что вы никогда не лишались родительских прав на территории Российской Федерации. Никогда не лишались. Я не знаю, для чего, но это у меня спрашивали. Это обязательная справка была. И вот мне пришлось, хорошо, у мамы генеральная доверенность, и она вот сходила, взяла. Поэтому, если у вас не будет такой возможности, придется лететь в Россию. Поэтому заранее, пожалуйста, справочку, что вы не лишались. Вот какая-то еще справка была. Единственное, что если у вас ребенок, вы можете будущему мужу сказать, вот я вот приеду. Ну, если вы уже, да, решили, да, пожениться, вы уже все знаете. Вы с ребенком летите, он знает, что ребенок. Пусть он к инспектору обязательно сходит, который работает с иностранцем, и точно узнает, какие справочки нужно на ребеночка привезти. Чтобы уже точно вы взяли и все привезли, чтобы у вас, ну, как бы потом не было проблем. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Девочки мои, какая такса, да, у нас за ВНЖ по браку и за воссоединение на три года. Вот честно, хотела же вам даже точную сумму сказать, но фото потеряла. Я просто, мы оплачивали, инспектору присылали, но я этот телефон поменяла. Естественно, все. Ой, сейчас вспомню, я знаю, что за меня и за Ясю мы заплатили где-то 34 тысячи динар. Где-то 20 чем-то, 21, по-моему, за Ясю, там 11, около 12 за меня. Почему за меня дешевле? Потому что, девочки, кто ВНЖ по браку, у вас как бы 50-процентная скидка. Вы за ВНЖ и ПМЖ и там за гражданство вы платите дешевле, чем остальные граждане, которые получают, ну, то есть ВНЖ по-другому. Поэтому Яся у меня вот 20 чем-то тысяч. Знаете, 21 или 22 тысячи за ВНЖ, то есть не по браку. По браку получается 50-процентная скидочка. То есть вот такая вот сумма. Это на три года. Так, смотрите, по идее я могу уже подавать на ПМЖ. Что мне сказал инспектор? Я говорю, что сказал наш инспектор нам. Поэтому если ваши инспектора что-то другое говорят, ну, значит, у вас так. Поэтому не надо мне в комментариях потом писать, а, ты врёшь, это не так. Я говорю вам прям слово в слово, что вот мы вчера были. Ещё как бы в памяти что-то есть. Такса будет за ПМЖ, у меня 15 тысяч 500. Это будет такса за ПМЖ. И потом я сказал, по-моему, 7 тысяч, ну, от 7 до 8 тысяч, там 7 тысяч чем-то. Это будет за вот этот вот ID, удостоверение. Потом я получу. Но мы не сейчас будем, мы будем на следующий год делать. Объясняю, почему. Надо прожить ровно три года. Ровно. А я один месяц уезжала за дочкой, да, да, то этот месяц вычитается. Но у меня, я прилетела 17 сентября, ВНЖ получила 12 октября. То есть, по идее, 12 ноября, да, будет полный три года. Но я собираюсь ещё на месяц лететь в Россию. И поэтому мы решили, вот как слетаю, все дела сделаю. И потом вот мы уже сделаем ПМЖ. Так что, девочки по браку, смотрите, сейчас пока что это вот 15 тысяч с половиной, плюс 7 тысяч, да. Ну, это, грубо говоря, что он спустит. 25 тысяч. Так, округлим, там, может быть, мало ли какие-то ещё таксы. 25 тысяч вам надо будет, это ПМЖ, и потом удостоверение получать на гражданство. Буду рассказывать тогда, когда буду подавать. Так что, сегодня у меня такое быстрое видео. Но я, надеюсь, информативное, да, вам, надеюсь, понравилось. Я постаралась рассказать всё, что мы делали. Вот как я получала ВНЖ. Когда буду получать ПМЖ, расскажу, что ещё надо. Вот, забыла. Знаете, что мне ещё инспектор сказал? Когда буду получать ПМЖ, обязательно должна быть карта сербского банка. У меня есть, естественно, и не одна. Но на ней должны быть минимум 50 тысяч динар лежать. То есть, надо будет показать государству, что у вас минимум 50 тысяч динар есть. Больше так больше. Ради бога. То есть, будут ваши счета проверять. Ну, вот счёт, который у вас есть в сербском банке. Так что, знайте, 50 тысяч динар должны лежать. Да, некоторые, вот как я работаю, да, в России, получают деньги там, что-то здесь. Ну, ради бога. С того счёта, на этот перекинули. Там уже смотрите. Главное, чтобы денежные средства лежали. Как бы 50 тысяч – это минимум. Так, ну, вроде всё рассказала. Ну, если что, вспомню ещё видео вам сделаю. Ну, вроде всё рассказала. Так что, девочки, мальчики мои, смотрите, кто девочки только собирается сюда ехать заранее, пожалуйста, всё узнаете. Пусть ваш жених всё узнает. И вы все бумажечки, всё соберёте, чтобы у вас здесь не было проблем. Потому что, реально, ну, постоянно, ну, может быть, кому-то и не сложно летать в Россию. Мне было бы, как бы, сложно в Сибири летать. Дороговато это. А в наше консульство тоже записаться. Это ещё тот квест. Так что, знаете, все бумажки привозим. Если что, всё пригодится. Все дипломы свои всё привозим. Как говорится, на всякий пожарный случай. Всё. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Будет ещё много-много интересного. Всё. Я с вами прощаюсь. Большой солнечный привет из Западной Сербии от Олеси Перич. Субтитры подогнал «Симон»